Приветики, вы на канале Distract, с вами Дима. Заметил, что люди как-то неправильно понимают экономику игры. Что и не странно, ведь нигде нет какой-то чёткой инструкции. Нашёл это, делай это. В этом ролике я и попытаюсь решить данный вопрос. Пройдёмся по основным аспектам, потому что наличие денег в твоём схроне, это не только то, насколько успешно, часто и много ты формишь. Но перед этим, подпишись на дискорд канал, там ты найдёшь себе друзей. А если хочешь знать, на каких конкретно серверах я играю, или хочешь повлиять на то, каким следующим будет ролик, или у тебя есть какие-то советы, то подписывайся на Boosty. Так ты и меня поддержишь, и что-то хорошее для себя получишь. Начнём с чего-то базового. Чтобы получить деньги, нужно что-то продать. А вот что конкретно продать и кому, вот это уже главный вопрос. Для меня всегда в приоритете всё сливать торговцам. Это проще, быстрее, но не качает репутацию на барахолке. Но почему торговцам? Да потому что на барахолке доступно всего две ячейки для продажи, а для открытия третьей нужно 30 лояльности. Чтобы вы понимали, насколько это много, сделка на 100 тысяч рублей эквивалентна одной сотой репутации. Если что, сделка это когда вы что-то продали. То есть для открытия третьей ячейки, вам наторговать нужно на 300 миллионов. И получается так, что если вы не хотите продавать предметы по минимальной стоимости, заполняя всего две ячейки на барахолке, вам придётся ждать достаточно долго. И потому, для меня в приоритете продавать торговцам. Но опять же, делаем небольшую ремарочку. Вещи можно поделить на два типа. Те, которые выгодно продаются торговцам, и те, которые выгодно продавать на барахолке. И те, которые продаются выгодно на барахолке, можно тоже поделить на несколько подтипов. Предметы для убежища, для квестов, для бартеров и для крафтов. Ещё есть отдельная каста в виде ключей, но к ним попозже вернёмся. Начнём с торговцев. По хай прайсам скупают на нас такие торговцы, как медичка, миротворец, механик и барахольщик. Что продавать медичке? Вот я вам вывел основной пул предметов, который я всегда сливаю ей. К механику лучше всего сливать то оружие, которое вам не нужно, модули, мусорные патроны. Но к модулям, кстати, повнимательней. Многие из них нужны по квесту оружейник, поэтому стоят достаточно дорого. Вот вам, кстати, пул данных предметов. А ещё некоторые модули сами по себе достаточно дорогие, поэтому лучше перепроверять. Миротворец. Ему я всегда сливаю всякие SSD-шники, дневники, ежедневники, SAS-диски. Ибо в долларовом эквиваленте он платит за это весьма неплохо. Потом за эти же доллары мы будем покупать у него модули и патроны. И остался барахольщик. Во-первых, ему выгодно продавать стримерские предметы, которые являются одеждой. Усы, маска смоука, шрауда, пестилая, шапочка-катон. Помимо стримерских предметов, я ему сливаю ненужные мне наушники, шлема. Кстати, насчёт шлемов, все топовые я как раз таки сливаю ему. Алтыны, рыси, эксфилды, эльфреймы и так далее, все к нему. Он платит неплохие деньги, и это особенно важно, когда тебе очень нужны деньги, а шлема не особо. Это касается и брони, однако далеко не всей. Максимально выгодно сливать ему именно броню с полной защитой. Ты вряд ли будешь ей пользоваться, а он неплохо заплатит. Барахолка. И тут всё немного сложнее. Как правило, то, что стоит дорого, нужно и тебе самому тоже. Первый этап – это вещи, нужные для убежища. С течением времени цена на них очень сильно меняется. На Тарков Вики есть целый пул этих предметов, которые вам нужны. Вам придётся выбирать. Вы хотите поскорее выкачать убежище, и поскорее начать крафтить квестовые предметы или зарабатывать на том, что кто-то хочет поскорее выкачать убежище и крафтить квестовые предметы. В первом варианте вы будете быстрее апаться по уровню, а во втором у вас будет просто больше денег. Второй тип предметов – это те, которые нужны для бартеров. Большая часть из них в основном не особо выгодная. И это как раз из-за цены на предметы, на которые вам предлагают меняться. И тут у вас всегда появляется очевидный выбор – продать айтемы или поменять на какой-то товар. Наглядный пример – это ВОК-17, где очень часто будет выгоднее поменяться на гранату, нежели продавать запал. Но в то же время, если вы вынесли гипкоины, вам выгоднее будет их продать, нежели меняться на какой-то шлаг. Однако, если вы вынесли те же гипкоины у себя в подсумке, но при этом без галочки, более правильно будет воспользоваться бартером у механика на М4. Далее все тем же бартером на взломщик снять ручку прицел-приклад, установить на М4 и доукомплектовать ее глушителем. Гайд про оружие внутри гайда про фарм. Да что со мной не так? В общем, детально разберитесь, какие бартеры вам нужны, а какие нет. Также, если вы нашли предмет, и хотите узнать, нужен ли он для какого-то бартера, нажмите правой клавишей по нему, фильтр по необходимым, кроме бартера, и вот мы уже видим, какие у нас вообще есть варианты. Разбирать все выгодные обмены, это немного не та тема ролика, но чтобы самим понимать, что выгодно, а что нет, нажмите на айтем и посмотрите, на что нам предлагают меняться. Оцениваем их рыночную стоимость, и пытаемся понять, насколько для нас это выгодно. Предметы, необходимые для крафтов. Не все, но многие из них стоят на барахолке достаточно дорого. Некоторые крафты нужны для квестов, некоторые используются ради выгоды. Суть остается в том, что вам нужно самим оценивать. Если вам не нужен квестовый предмет, тот же джифон, к примеру, то гпиксы лучше продавать. Если вы нашли кабель, то лучше продать его по хай прайсу на барахолке, а потом купить по минимальной цене и скрафтить себе провода. То же касается и никсоров, нашли видеокамеру, лучше продай ее на барахолке, а потом купи за евро и скрафти свои никсоры. Я не могу вам называть много конкретных примеров, потому что цены очень динамичны. И то, что актуально сейчас, через месяц уже будет иначе. По тому же принципу, что и с бартерами, просто оценивайте актуальность того или иного крафта, и там уже выбирайте, продать на барахолке или скрафтить самому. В плане выгоды, вам, кстати, может помочь Тарков Хелп, где почти правильно в большинстве случаев показан профит от того или иного крафта. Продолжая эту тему, скажу, что есть скончаемые предметы. К примеру, все те же канистры после полного их использования, все так же пригодны для крафта. И так выходит, что даже будучи использованными, на барахолке они имеют свою ценность. По тому же принципу, я всегда использую звездочку и ибупрофен, пока у них не останется одна единица, а потом крафчу из них пропитал. С сахаром я поступаю так же, потому что знаю, что потом я буду из него варить самогон. Данный принцип применимый для бартеров тоже, ведь та же аквамария меняется на сайгу с теплоком. Пару слов про ключи. Есть дешевые, есть очень дорогие. И если ты все-таки нашел дорогой ключ, то лучше проверь, почему же он дорогой, ведь вполне возможно, что он будет нужен тебе по квесту, и тогда его стоит попридержать. А иногда ты будешь находить редкие ключи, которые будет выгодно забартерить на другой редкий ключ. И за деньги, ни один из которых не продается. Так что тут тоже нужно оценивать, какой квест ты выполнил, а какой не выполнил. И только потом решать, стоит ли его вообще продавать. Подведем итоги. Для того, чтобы разобраться в вопросе экономики, нужно потратить немало времени и усилий. А в условиях динамичного рынка нужно постоянно адаптироваться. Ведь буквально каждый день ситуация меняется, и то, что было актуально вчера, не факт, что все еще можно использовать сегодня. Надеюсь, этим роликом я помог хотя бы немного тебе разобраться. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok